МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или когда они просят прощения, а потом опять начинают делать то, что мы запрещаем. Такое положение приводит нас в отчаяние. Не надо унывать, надо просто кое-что навсегда уяснить для себя. Когда я переживала по этому поводу, Господь сказал мне, «Смотри, в твоих отношениях с детьми ты наглядно можешь увидеть мои отношения с тобой. Как тебя огорчает поведение твоих детей, так и меня часто огорчает твое поведение. Как ты просишь прощения, а потом опять делаешь то, в чем раскаивалась, так и дети твои поступают». Но я вновь и вновь прощаю тебя и учу изо дня в день, как нужно себя вести. Я не раздражаюсь и не кричу на тебя. Я не злюсь и не топаю ногами, потому что понимаю, что настоящий пример обучения не в этом. Я просто приглашаю тебя приходить ко мне каждое утро и общаться со мною через мое слово. Я приглашаю тебя смотреть на мой пример жизни на этой земле и учиться на моем примере. Я не требую от тебя, чтобы ты сию секунду стала совершенной, потому что это просто невозможно. Я просто предлагаю тебе смотреть на меня. Поэтому ты тоже не переживай, когда твои дети не поступают так, как ты хочешь. Ведь они только дети, слабые, неопытные. Если ты не можешь во всем поступать правильно, то что же ты можешь ждать от своих детей, которые еще не способны до конца понимать меня и учиться у меня? Вот ты и должна стать для них достойным примером. Глядя на тебя и общаясь с тобою, они будут меняться именно в тот образ, который они видят в тебе. Ибо Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам, глава 6, стих 7. Вот некоторые советы, которые помогут вам при воспитании детей. Мы намеренно прочитаем их помедленнее, чтобы вы успели сделать для себя какие-либо нужные заметки. А пока вы будете искать бумагу, ручку или карандаш, вас ждет маленькая музыкальная пауза. Итак, надеемся, что вы уже готовы. Приступаем к знакомству с обещанными советами. Совет первый. Будь сам тем, кем желаешь, чтобы стали дети твои. Совет второй. Чего требуешь от детей, то делай сам. Совет третий. Что запрещаешь детям, откажись от того и ты. Четвертый совет. Будь примером для детей не только тогда, когда они видят или слышат тебя, но и в их отсутствии. Пятый совет. Заметив недостатки детей, обрати внимание на свои поступки, на свои слова и действия, потому что дети – это наше отражение. Шестой совет. Обнаружив недостатки и ошибки в своей жизни, старайся исправиться, а затем уже исправляй детей. Седьмой совет. Не требуй от детей больше, чем от себя, потому что слова родителей без их видимого примера просто бесполезны. Совет за номером восемь. Ищи у Господа очищение путем покаяния и молитвы. Ежедневно пребывай в общении с Ним, и вместе с тобою придут к Богу твои дети. Совет девятый. Чем послушнее ты будешь Господу, тем больше послушания будут проявлять твои дети. И, наконец, заключительный десятый совет. Как только родители начинают пренебрегать общением с Господом, так и в детях начинает укореняться небрежность к наставлениям и советам родителей. А сейчас послушайте еще некоторые добрые напутствия из Священного Писания. Книга притчей Соломоновых, глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасения, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дома ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается, не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрым и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорнены из нее. Если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с поднятой сегодня темой, вы можете поделиться ими, связавшись с редакцией газеты «Сокрытые сокровища». Ее сайт находится по адресу сокрытоесокровища.рф А теперь, дорогие друзья, настало время прощаться. Пишите нам наш адрес 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Мы ждем вас также на нашей странице в интернете. Ее координаты – www.golosnadежды.ru Как лань желает, как лань желает к потокам воды, Так желает душа, так желает душа моя к Тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя, к Богу живому стремится душа. Но когда я приду, и когда я явлюсь перед лицом Твоим. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Плачу я день и ночь, Слезы мои стали хлебом моим, И враги мои вновь говорят мне, Ну где же Бог, ну где Твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, Так желает душа, так желает душа моя, К тебе мой Бог. Сегодня мы хотим обратиться к некоторым текстам Священного Писания, Переведенным на современный русский язык. Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с последней книгой Нового Завета, Которая называется «Откровение» или «Апокалипсис». И прежде чем мы обратимся к текстам из Священного Писания, Давайте остановимся немного на истории появления этой удивительной библейской книги. В прошлый раз мы говорили о том, что книга «Откровение» была написана автором четвертого Евангелия апостолом Иоанном. Это произошло на острове Патмос между девяностым и девяносто шестым годами по Рождеству Христову. Туда был сослан этот верный служитель Божий после десяти плодотворных лет служения христианской общине в Эфесе. Произошло это во время правления римского императора Домициана, жестоко преследовавшего христиан. На этом уединенном острове апостол получил пророческую весть, которую записал и назвал «Откровением». Весть, запечатленная в этой книге, была адресована прежде всего общинам Малой Азии. Всем своим содержанием «Откровение» призывало верующих к стойкости в одни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в христианские общины. Книга давала гонимам ответ на животрепещущий вопрос о том, что должно произойти с преследуемой до этого церковью. Иисус Христос одержит окончательную победу над всеми, кто восстал против Бога. Теперь же давайте перейдем непосредственно к тексту книги «Откровение Иоанна». Достойный снять печати В правой руке у сидящего на престоле увидел я исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями свиток. Тут же увидел я ангела могущественного. Он громко вопрошал, кто достоин снять печати эти и раскрыть свиток. Никому, однако, ни на небе, ни на земле, ни под землей не по силам было раскрыть свиток и посмотреть в него. И от того, что не был найден достойный раскрыть этот свиток и посмотреть в него, опечалился я и горько заплакал. Тогда один из старцев утешил меня. «Не плачь! Вот лев из колена Иуды, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти семь печатей и раскрыть свиток». После этих слов его увидел я агнца со следами заклания. Вместе с четырьмя живыми существами стоял он между престолом и старцами. Семь рогов было у него и семь глаз, иначе сказать, семь духов Божьих, посланных по всей земле. Он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. Когда взял агнец свиток, четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед ним. У каждого из них была кефара и золотые чаши, полные фимиама, молитв народа Божия. И запели они новую песнь. «Ты вправе взять свиток и снять все печати с него. В жертву ты был принесен и кровью своей для Бога людей искупил. Людей всех колен, всех языков, народов, племен. Соделал ты их царством святых, священниками Бога нашего, дабы царствовать им на земле». Видел я тогда и слышал хор ангелов, окружавших престол, было их тьмы тем и тысячи тысяч, и тех живых существ и старцев. Ликуя, пел этот могучий хор. Достоин агнец заклонный принять власть, богатство, мудрость. Ему могущество и честь, хвала и слава. «И услышал я, как всякое творение на небе и на земле, под землей и море, все живые существа во вселенной вторили. Во веки веков хвала и честь, слава и могущество сидящему на престоле и агнцу». И в ответ четыре живых существа провозгласили «Аминь», а старцы пали ниц и поклонились Богу. Агнец снимает печати. После этого увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и услышал, как одно из четырех живых существ сказала громподомным голосом «Выходи». И вот перед взором моим конь белый и всадник на нем, с луком в руке и венцом на голове, которого был удостоен, он вышел как победитель, устремленный к новым победам. Когда снял Агнец вторую печать, я услышал, как второе живое существо тоже сказала «Выходи». И вот передо мной другой конь. Этот был огненно-красный. Всаднику на нем дано было лишить живущих на земле мира, чтобы убивали люди друг друга. Огромный меч был дан ему. Когда третью снял Агнец печать, заговорила третья из живых существ. «Выходи», — услышал я, и тотчас увидел коня Воронова. В руке третьего всадника были весы. Тот со стороны четырех живых существ раздался, казалось, чей-то голос. «Целый день работы — всего за одну меру пшеницы, или за три ячменя. Но елея и вина все же не тронь». Великое множество спасенных Затем я увидел несчетное множество людей разных племен и колен всех народов и языков. Они стояли перед престолом и Агнецем, облаченные в белые одежды, а в руках своих держали пальмовые ветви. Громко звучали голоса их. «В Боге нашем, на престоле сидящем, и в Агнеце в них для нас спасение». Тогда и ангелы все, стоявшие вокруг престола, старцев и четырех существ живых, пали ниц перед престолом. Богу поклонились со словами. Аминь. Хвала, слава, премудрость, благодарение, честь, сила и могущество. Богу нашему во веки веков. Аминь. Хотим оставить вам на добрую память книгу «Псалтырь» в переводе на современный русский язык, который был выполнен Институтом перевода Библии в Заокском. Работа проводилась под руководством доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. Это наш подарок. Чтобы получить его, присылайте ваши заявки по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Ждем ваши письма, дорогие друзья. Вы можете также посетить нашу страницу в интернете, которая находится по адресу www.golosnadежды.ru От волнений тревог Снимет бремя зла, тяжкий гнет греха. Вечно сущий наш Бог. Волос нежный и любящий В кранешной мере Утешает всех страждущих на земле Приходи тем, кто ничь душой В реку Христа Напоит он водой Твой живой Царь Христа Субтитры создавал DimaTorzok В жизни В жизни нету Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие ребята! Для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка» Сегодня мы обратимся к библейским притчам или историям Их рассказывал людям сам Иисус Христос Начнем мы с притчи о добром пастыре Было у одного хозяина сто овец Целое стадо Хозяин любил их и берег Каждый день водил их на зеленый луг Чтобы вдоволь свежей травы поели Да к чистому ручью попить водицы Охранил их от волков А вечером обязательно пересчитает Все ли целы Но однажды Не досчитался он одной овцы Оставил усталый хозяин стадо дома А сам отправился на поиски пропавшей овцы Уже полночь Темно, холодно А он все идет С трудом пробирается через колючий кустарник И зовет Зовет овечку по имени Наконец он слышит Слабое блеяние Устремляясь на этот звук Пастух карабкается на крутые скалы Идет по краю обрыва Разбивая ноги о камни И вот находит ее Дрожащую и выбившуюся из сил Скорее всего Она сама виновата Что отстала от стада Но добрый пастырь Не бронит овечку Не гонит кнутом Он кладет ее на плечи И бережно несет домой По дороге он сообщает Друзьям и соседям Порадуйтесь со мною Я нашел мою пропавшую овцу Теперь давайте подумаем О чем эта притча Послушные овцы Это люди Которые доверяют Богу Они находятся Под его покровительством И охраной Добрый пастырь Сам Иисус Заблудший овца Человек Который ушел от Бога И находится в опасности Но Господь Не отказывается от него Он зовет его И ждет Когда тот отзовется Чтобы отвезти заблудившегося В прекрасную страну Где никто Не болеет И не умирает Эту притчу, ребята Вы можете найти в Библии И самостоятельно Ее прочитать Если умеете это делать Или попросить Чтобы ее прочитали вам Родители Бабушка Дедушка Старший брат Или сестра Притча Притча что шла среди горы и ущелья, но самым неприятным было то, что эти места облюбовали разбойники. Они напали на путника, сильно избили его, забрали деньги, одежду и оставили едва живого лежать на дороге. Той дорогой шел священник. Увидев раненого, он поспешил пройти мимо. Потом на дороге появился левит, то есть служитель при храме. Он подошел поближе, но подумал, а вдруг это самарянин. А надо сказать, что два народа, иудеи и самаряне, жившие по соседству, давно враждовали друг с другом, и левит тоже прошел мимо. Позже на дороге появился самарянин. Увидев несчастного, он сразу подбежал к нему, чтобы оказать помощь. Сначала он перевязал ему раны, затем посадил на осла и отвез в ближайшую гостиницу. Там он заплатил хозяину, договорившись с ним, чтобы за раненым ухаживали до тех пор, пока он не выздоровеет. Эта история известна под названием притчи о милосердном самарянине. Иисус рассказал ее для того, чтобы мы все могли знать, что Бог ждет от нас по отношению к нуждающимся в помощи. Теперь скажи мне, обратился Иисус к задавшему вопрос, как ты думаешь, кто из этих троих был ближним пострадавшему? Тот, кто оказал ему помощь, ответил учитель закона, который, как вы помните, задал Иисусу вопрос, кому мы должны помогать, кто наш ближний. Ну вот, иди и всегда поступай так же, напутствовал этого человека Иисус Христос. Дорогие ребята, подумайте, пожалуйста, можете ли вы оказать кому-нибудь помощь или эту притчу Иисус рассказал только для взрослых? Напишите нам, расскажите о случаях, когда вы помогли кому-то. Нам будет очень интересно об этом узнать. Ваши лучшие рассказы мы зачитаем в одной из наших передач из рубрики «Детская страничка». Ждем ваши письма по адресу 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Адрес нашего сайта в интернете Тройное W.Голоснадежды.ру «Голос надежды» Тройное 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 «Голос надежды»